Доброе утро, дорогие друзья! Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в комментариях по шкале от нуля до десяти. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня слышно. Десять. Отлично, Екатерина, Надежда, Денис. Хорошо. Хорошо. У нас, скорее всего, не будет видео, почему-то не включается камера. Видимо, что-то какие-то технические вопросы здесь на платформе. Но ничего страшного. Главное, чтобы вы видели презентацию и меня слышали. Алла, Надежда, вас приветствую. Доброе утро. Хорошо. Также напишите, пожалуйста, откуда вы нас будете сейчас смотреть, из какого вы города или поселка, возможно, деревни, из какой страны. Тоже это будет интересно узнать. Екатеринбург, Светлана, здорово. Ленинградская область, поселок Ропша. Балакова, Юля, если правильно, ударение ставлю. Хорошо. Молодцы. Ну, здорово. Так, ну что, будем начинать. Омск. Здорово. Хорошо. Из разных у нас регионов. Я знаю, что будут записи смотреть также люди и из других стран. И сегодняшнюю тему я обозначил, как быть эффективным в период неопределенности. Меня зовут Павел Дребняк. Возможно, вы уже видели мои вебинары, смотрели какие-то видео в Ютубе. Кто-то, возможно, обо мне что-то слышал. Напишите, пожалуйста, кто уже меня знает, слышал, видит. Елена, видео, к сожалению, не запускается. Видимо, какие-то технические тут вопросы возникли на платформе. Ну, ничего страшного. Главное, есть звук и будет презентация. Республика Карелия, Беломорск, Полина. Очень здорово. Я из Петродоводска родом. Поэтому очень рад вас тоже приветствовать. Хорошо. Так, хорошо. Отлично. Итак, я благодарю Молодежную Ассамблею Народов России, мы россияне, за организацию нашего с вами онлайн-семинара. И мы поговорим сегодня об эффективности, мотивации, период неопределенности. У нас сейчас такой период непростой. И, к сожалению, многие из нас сейчас сидят дома на самоизоляции. У некоторых нет, например, дач или каких-то загородных домов, где можно выходить на свою территорию, дышать воздухом. И, к сожалению, эмоционально тоже многие немножечко не выдерживают. И моя задача сегодня для вас – дать выжимку тех инструментов, тех методик, которые я использую сам в своей жизни и которые сможете использовать вы. Так, дорогие друзья, да, я вижу, что вы хотели бы видео. Сейчас я свяжусь с организатором, узнаю, возможно ли это сделать. Если нет, мы тогда так продолжим, ничего страшного. Если будет возможность, то будет видео. Так, да, вот. Угу, вижу. Так, сейчас я тогда созвонюсь с надеждой и узнаю. Я сейчас перезайду, вы оставайтесь здесь. Возможно, там нужно выбрать кнопку «Разрешить доступ к камере». Я думаю, сейчас мы наладим, все будет хорошо. Сейчас подождите здесь, пожалуйста. Так, с мотивацией, с позитивным настроем, оптимизмом. Отлично. С тем, что идут вперед, несмотря ни на что. Считаю, что в Москве ресурсов больше, чем в регионах, поэтому скорость и отдача от проектов заметнее. Елена, спасибо. Нужен правильный настрой, мотивация. Хорошо, Екатерина, обязательно я сегодня встроил блок мотивации для вас. Мы к этому придем. Я практик, на пиар не хватает времени и знаний. Отлично. Елена, подумайте, как вы можете задействовать время, опыт других людей. Может быть, делегировать, может быть, удаленные помощники, может быть, что-то еще. Хорошо. Какие еще варианты? Ну, вообще, в первую очередь, вообще успех – это такое понятие, слово, которое для каждого из вас будет свое, свое определение. Для кого-то это как раз развитие бизнеса, для кого-то это финансовое благополучие, для кого-то это здоровье, энергия или достижения спортивные. Но в целом, вот все, что вы будете говорить, это как раз баланс, гармоничное развитие в тех основных областях жизни, которые для вас являются важными и приоритетными. И независимо от того, где мы живем, на берегу Байкала, я вижу, да, среди вас есть из Иркутска, или из Омска, или в каком-то регионе в Индии, в Канаде, в Южной Африке, для большинства из нас важно иметь гармоничное отношение с близкими людьми, финансовое благополучие, здоровье, энергия, любимое дело. Вот на самом деле вот эти четыре основные момента, на мой взгляд, являются важными. И как раз мы на них сегодня будем делать упор, чтобы сбалансировать и сделать гармоничную счастливую жизнь для каждого из вас. И как раз вот здесь вы видите на слайде кодовый замок, и мы будем находить эту комбинацию, которая будет уникальна, которая будет отличаться у каждого из вас. Вот эти цифры, которые мы будем находить, и их последовательность будет отличаться. У кого-то может комбинация 1, 9, 6, 5, например, и замок откроется. У кого-то другие цифры. И отслеживайте вот эту комбинацию, что для вас подходит, что нет. Чтобы мы, отталкиваясь от тех сильных сторон, талантов, навыков, которые у вас сейчас есть. И вот этот замок, замок успеха в вашем понимании, он откроется. Это может быть успех на работе или в бизнесе, или еще где-то, что для вас является сейчас приоритетным. Фиксируйте. Можете фотографировать слайды, можете потом по хэштегу Мы, россияне, хэштег Павел Вербняк, тоже публиковать свои какие-то мысли, идеи, выжимки из нашего сегодняшнего семинара, отзывы в соцсетях, в публикациях или в сторис, в историях. Я тоже отслежу. Мы отследим эти публикации. Самое интересное, конечно, тоже поощрим. Я каждому из вас еще отправлю в подарок свою книгу «Успех своими руками». Поэтому тоже можете фотографировать слайды, ну и делиться там в соцсетях. Это тоже нам будет полезно. Это тоже будет интересно читать ваши мысли, идеи. Когда мы делимся, когда мы рассказываем, мы лучше понимаем, разбираемся в этой теме. И, конечно, даем ценность нашим подписчикам в соцсетях. И, конечно же, будут другие у нас спикеры в рамках Межнация Акселератора. Поэтому тоже будет здорово, чтобы люди другие узнали, что есть такая возможность посещать в открытом формате наши онлайн-семинары. И сегодня я поделюсь теми принципами, законами, которые работают. Вот как в науке есть формулы, так же и здесь. Есть в науке достижений, в науке личных достижений, в психологии успеха. Есть определенные формулы, законы, которые постоянно работают. Мой главный наставник, у которого я проходил годовое обучение в Соединенных Штатах, мы достаточно много времени провели с ним и с его командой в Италии, это Джек Кенфилд, автор фильма «Секрет», автор книги «Правила». Достаточно известный такой общественный деятель, предприниматель не только в Северной Америке, но и по всему миру. Возможно, вы помните или смотрели фильм «Секрет», тоже такой всегда власый мужчина. Очень интересный, глубокий человек, мы хорошо с ним общаемся, и я многому у него как раз учусь. Итак, диагностика основ личной эффективности. Я сегодняшний наш онлайн-семинар разделил на несколько модулей, чтобы было вам понятно, чтобы было вам наиболее эффективно и ценно. И как раз, вот как быть эффективным, наша сегодняшняя тема, да, как мотивировать себя, своих сотрудников в период самоизоляции, удаленной взаимодействия. И что же такое вообще личная эффективность, как мы можем это взять на вооружение. Я сегодня уже упоминал о жизненном балансе и дал некоторые подсказки. Между срок вы можете увидеть то, что я говорил, то, что я имел в виду, переложить на свой опыт. Вот как вы понимаете жизненный баланс? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что было бы для вас понятным определением. Что такое жизненный баланс? Напишите. А я пока посмотрю ваши комментарии. Да, я вижу, сертификаты будут, друзья, и подпись тоже мы организуем. Так, Надежда, успех не догонишь. На каждом проекте он как будто отдаляется, его можно только оценить по результатам. Здорово. Хорошо. А вот жизненный баланс, вот как бы вы дали определение, что это такое? Сочетание личного интереса, целей, ресурсов. Спасибо, Елена. Хорошо. Спокойствие. Прежде всего, спокойствие, адекватность в каждом действии. Марина, очень здорово. На самом деле, на мой взгляд, одна из важнейших ценностей и целей у нас должна быть, по крайней мере, я для себя это решил, у меня должна быть как раз внутренняя гармония, спокойствие, если я понимаю, что мне нравится то, что я делаю, если у меня это получается, если я чувствую себя радостным и счастливым, это и есть показатель, очень здоровский. Так, совпадение желаний и возможностей. Отлично. Николай. Коль, привет, очень рад тебя видеть. Здесь. Жизненный баланс, когда вы удовлетворены всеми сферами жизни и их динамикой. Отлично. Отлично. Так. Екатерина, жизненный баланс, это правильное взаимодействие с энергией мира, внутреннее соответствие внешнему. Угу. Так, молодцы, молодцы, здорово. Счастье, спокойствие, отлично. Наверняка многие из вас слышали о таком инструменте. Мы часто его рассматриваем и в групповых каких-то таких тренингах, семинарах. Я думаю, со многими из вас, дорогие друзья, нам удастся встретиться и лично, и на каких-то мероприятиях, и по взаимодействию, возможно, на каком-то этапе сотрудничать. И вот часто, когда у нас более длительные мероприятия, там один-два дня тренинг проходит, как раз вот мы анализируем ситуацию, чтобы поставить цели в том числе, ситуацию в жизни. Это пример колеса баланса. Можете свои сферы написать, можете написать какие-либо там другие формулировки. Нарисуйте, пожалуйста, круг. Разделите его примерно там на 8 частей, у кого-то, может быть, чуть больше, чуть меньше. И напишите те области жизни, которые для вас являются важными приоритетами. Пример. Вот пример вы видите здесь на экране. Нарисуйте такой круг. Нарисуйте такой круг. Это может быть финансы, спорт, здоровье, семья, взаимодействие с коллегами или там вообще социальная жизнь. Яркость жизни может быть такой у вас, такая область жизни. Личностное там развитие, духовное развитие, к примеру, любимое дело, работа или бизнес. Вот какие области вы напишите, какие для вас являются вот приоритетными, важными? Я пока параллельно пробовал настроить камеру, дорогие друзья, но, к сожалению, пока не получилось. Ничего страшного, пойдем тогда так. Так, хорошо, нарисовали. Так, оцените по шкале от 0 до 10 или от 1 до 10 вот те области жизни, которые вы для себя поставили. Вот 0 – это самый центр, 10 – это внешняя точка вот этого колеса, вот этого круга. Вот какие баллы вы бы поставили? Карьера, бизнес, деньги, личностный рост, здоровье, спорт, отношения, к примеру, яркость жизни. Екатерина, да, вот расставьте баллы по всем, по всем этим, например, восьми категориям. Абсолютно верно, Елена, границы плавающие, они у каждого из вас будут свои. Вот вы видите пример на слайде, вот, к примеру, может получиться такая паутинка. Вот поставьте вот эти цифры и закрасьте те области, которые у вас получились, к примеру, там, двойка, где-то пять, где-то семь. Вот заштрихуйте ту область, которая получилась у вас в блокноте. У кого примерно получилось вот то, что вы видите на экране, вот какое-то такое неравномерное получилось, неравномерная какая-то фигура? Где-то у вас там хорошо, где-то поменьше, где-то там есть просадки. У кого так же примерно? Да, Надежда, хорошо. А у кого достаточно ровно там есть девятки, десятки, у кого есть вот такие цифры? Екатерина, хорошо. Елена, очень здорово, вы большая, молодец, десяток много, максималист. Десятка – это значит, что некуда расти, у вас идеально, у вас эта область жизни идеальна, то есть некуда расти. Если вы правильно меня поняли, да, ноль – это анализирует текущую ситуацию в жизни. Вот ноль – это просадка, этого у вас нет, к примеру. Десять – это идеально, некуда расти, к примеру, финансов. У вас идеальный уровень дохода, у вас источники дохода разные, вы, к примеру, там, финансово благополучны и успешны в этом плане. Это десятка, некуда расти. Восьмерка – это хорошо, но в целом есть, есть куда расти. На самом деле, десяток должно быть минимум. То есть, скорее всего, у вас десяток не должно быть вообще. Почему? Потому что всегда есть куда расти, есть что улучшить. Оставьте такой вот небольшой, небольшую такую часть для развития. Да, очень хорошо, Надежда. На самом деле, очень показательно. Мы сейчас делаем анализ, чтобы вообще улучшить ситуацию вообще. И даже вот в текущей ситуации, когда мы вынуждены переехать из офиса домой, быть эффективным, и мы от этого будем отталкиваться. От пяти до семи на данном периоде. Хорошо. Очень здорово, Елена. Молодцы. Все справились, я думаю. Оставьте место, вы будете туда фиксировать свои идеи и мысли. Мы сейчас раскачиваем как раз ваше понимание в жизни, в вашей жизни. Мы от этого будем отталкиваться, когда будем ставить цели. И это важно. И как раз вот этому я посвящаю большое внимание, развитие, изучение, научные подходы для работы как раз со своими клиентами и в индивидуальном формате, и в групповом. Это очень сильный инструмент, который можно использовать под разными углами. А теперь напишите причины, действия или бездействия, которые привели вас к текущей ситуации по каждой сфере. Вот какие действия вы делали, которые привели вас к семерке? Или какие действия вы не делали, которые привели вас, например, к тройке по здоровью? Например, не делали зарядку? Или делали там, ели фастфуд каждый день? Что это будет? Напишите, что вы делали и что вы не делали, что привело вас к этому результату. Отлично. Молодцы. Молодцы. Хорошо. Хорошо. Оставьте место, оставьте место, пишите, продолжайте писать. Первое, с чего следует начинать, это выработать ясное ощущение направления. Вообще, куда я хочу прийти? Вот то, что мы сейчас сделали, проанализировали в таком экспресс-формате нашу жизнь, это подсказка к плану действий и к целям. Куда я хочу прийти? Вот откуда я начинаю и куда я хочу прийти? Томас Карлелл хорошо сказал, человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжкой дороге. Человек безо всякой цели не продвинется и по самой гладкой дороге. Томас Карлелл. Хорошо, Юля, вижу неуверенность, Наталья, скромность. Все встало, Елена. Да, понимаю, понимаю. Похожая ситуация, там многие как раз мероприятия в других городах перенеслись на неопределенный срок у меня, но делаю, что могу, усиливаю онлайн форматы. Так, ответственность. Вот то, что мы с вами посмотрели, то, что вы написали, действия и бездействия, это на самом деле подсказка к ответственности, то есть те результаты, которые у меня сейчас есть, в том числе результат моих мыслей, решений и действий в прошлом. Если я хочу что-то поменять, возможно, мне нужно что-то поменять внутри, да, это как отношение к этой ситуации, отношение к какому-то действию, решению, которое я принимал. И это очень важно понимать. Я сначала не понимал эту фразу взять 100% ответственность в свою жизнь, но я думаю, вы сейчас догадываетесь, что я имею в виду, и достаточно понятно, я излагаю свою точку зрения, как к этому можно относиться, в том числе эту ситуацию можно использовать для усиления, для развития себя как лидера, для развития себя как человека, для проработки каких-то сдерживающих факторов, которые мы отследили в этом периоде самоизоляции, то, что мы не видели в повседневной жизни. И это здорово, это есть подсказки к росту. Мы подсветили зоны, которые имеют смысл усиливать и которые имеют смысл вообще закрыть или не уделять этому внимания. Есть хорошая формула S плюс O равно R. Ситуация плюс отношение к ситуации равно результат. Напишите, пожалуйста, те оправдания, жалобы и критику, которую вы слышали чаще всего, может быть, по отношению к себе или к другим людям от других людей. Что это было? Что это было? Напишите, пожалуйста, здесь в комментариях, как вы к этому отнеслись. Ну, я напоминаю, что мы сейчас ведем онлайн-семинар при поддержке Молодежной Ассоциации Народов России «Мы Россияне». И как же быть эффективным? Как поддерживать мотивацию в это непростое время, в период неопределенности? Кто присоединился сейчас, соответственно, мы напоминаем, какая у нас сегодняшняя тема. Так. Идем дальше. Как вы думаете, те вопросы, которые мы для себя задаем, на них уже кем-то даны ответы? Вот, к примеру, как быть эффективным? Как поддерживать мотивацию? Как, например, удвоить свой доход? Как справиться с кризисом? Как, и так далее, и так далее. Вот на эти вопросы даны уже кем-то ответы? В большинстве своем на них уже даны ответы. А те цели, которые мы для себя ставим, открыть, например, салон красоты, к примеру, или вывести свой бизнес в онлайн, или найти спутника жизни, партнера, наставника, на эти цели уже кем-то были достигнут? Так. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, сейчас меня слышно ли и видно ли презентацию, потому что немножко прерывалось. Да. Абсолютно верно вы пишете. Да, на эти вопросы даны ответы, на эти цели уже кем-то, кто-то были достигнуты. И мы как раз сейчас посмотрим на эту сферу под другим углом и, соответственно, расширим вот нашу картину мира, жизненную такую философию, чтобы ориентироваться на решение. Мы с другом, с партнером где-то, наверное, уже 8-9 лет назад открыли проект, который назвали «Успешное мышление». Ну, «Успешное» понятно. Я изучаю успешных спортсменов, компаний, предпринимателей, использую наработки в своей жизни. А почему мышление? Более... Вообще, кто из вас увлекается кулинарией, здоровым питанием? Вы знаете такие передачи на наших каналах, федеральных каналах наших странах, смысл которых, что мы то, что мы едим. Соответственно, как приготовлять правильную еду, какие рецепции хорошие, какие не очень. И мы то, что мы едим. Но мыслители древности еще более 2000 лет назад пришли к такому заключению, что мы то, что мы едим, но в голове. Соответственно, мы становимся тем, о чем думаем большую часть своего времени. И если взять мой опыт, 15-летний, если взять мои интервью, которые я веду на радио, в передачах, на разных ресурсах, вот как вы думаете, о чем же думают большую часть своего времени люди эффективные, лидеры, результативные, которые достигают выдающихся результатов в финансах, в бизнесе, в спорте? Вот какие могут быть ответы, о чем же они думают большую часть своего времени? О целях, о желаниях, вы правильно пишете, да. Об успешности в перераспределении и инцентаризации, Елена. Очень здорово. Отлично. Да. Их мышления, их мысли больше ориентированы на прошлое, настоящее или будущее, как вы думаете? Как правило, да, как правило, они берут опыт прошлого, они смотрят, что можно сделать настоящим, но в том числе они ориентируются на будущее, что я хочу и как это получить. Вот эти ответы, как раз и этот ответ можно обобщить теми мыслями, которые вы сейчас здесь писали. Вот то, что вы написали о целях, о будущем, о мечтах, как будет доход, как обогнать конкурентов. Все, что вы сказали, можно обобщить одной фразой. Они думают о том, чего хотят и как это получить. И наша задача как раз использовать эти инструменты, наработки для ускорения к своим целям. Для ускорения к своим целям, для реализации того, что я хочу и как к этому прийти быстрее, эффективнее и дешевле. Поэтому ключ к успеху, ключ к достижениям, ключ к результатам – это фокусировать наше сознание на том, чего мы хотим, а не на том, чего боимся. Татьяна, да, вижу ваш ответ. Они не просто думают, они быстро действуют, через действия быстрее, понятно, правильно мыслить или искажения, чтобы быстро истравить. Отлично, хорошо. Принцип красной машины, он тоже достаточно показательный. И когда мы подойдем к целям, когда мы будем ставить наши цели письменно, один из факторов очень важный. Эта цель должна быть конкретной. Кто из вас работал по найму или сейчас является предпринимателем, слышали такую аббревиатуру SMART. Конкретная, измеримая, достижимая с конкретной датой достижения. Вот так же и здесь. Вы видите такой шуточный слайд с машинами. Но в целом принцип красной машины говорит о чем? О том, что на что мы фокусированы, на что мы сконцентрированы, туда идет результат. Вот о чем мы думаем большую часть своего времени, это усиливается, это растет. И у кого из вас была цель, было желание приобрести автомобиль? Вот если у нас такой вот принцип именно красной машины, напишите, пожалуйста, здесь в комментариях, у кого была цель приобрести автомобиль? И понятно была марка, понятно была цель, цвет. У кого была конкретная марка, которую вы хотели? И через какое-то время вы этот автомобиль приобрели? Какой это был автомобиль? Напишите в комментариях. Ну, Екатерина, да, приобрести или получить подарок, без разницы. Вот, к примеру, у кого-то из вас, например, была цель приобрести, например, синюю Audi A6, да, и вы жили, например, в Тобольске. Эта цель появилась в 2017 году, в 2019 вы эту цель реализовали, приобрели автомобиль. За эти два года каждый день вы в Тобольске видели Audi A6, 5-7 машин каждый день. А если бы я спросил, а сколько вы видели NIF или Renault, вы бы ответили, ой, я даже не знаю. Потому что ваш фокус внимания был направлен на ваше желание, на вашу цель. На синюю Audi. Вот так же и здесь. Марина, вижу, да, 8, 5 лет был Deo Matisse, да, и вы видели этих Deo Matisse повсюду, других машин не замечали. Отлично, отлично, очень здорово. Ага, хорошо. Вот так же и здесь. Чем больше ясности, чем больше конкретики, тем лучше. Посмотрим на лидерство. Диагностика лидерства, вдохновляющее лидерство. Потому что большинство из вас являются лидерами. Ну, каждый из вас является лидером. Лидером без титула. Не обязательно там супер должность или супер позиция. Вы являетесь лидером для, может быть, члена семьи. Для вашей сестры, семьи. И вот как раз мы сейчас посмотрим вообще, какие есть параметры лидера. Лидеры – это наиболее важный фактор в бизнесе. Лидерство, способность давать результаты. И у лидеров есть ясное видение будущего. Вот о чем мы как раз и говорили. Лидеры действуют без гарантии на успех. Мы действуем, мы рискуем, не зная точно, получится у нас или нет. Я вижу, сейчас присоединяются предприниматели, вижу, присоединился мой друг, старший товарищ, в том числе сильный предприниматель Роман. Как раз вспомните свои ситуации. Правда ли это, что вы не знали, получится или нет? Вы ошибались, у вас были ошибки, были неудачи. Казалось бы, но это был опыт, который вы брали на вооружение. И с этим уже работали, уже от этого отталкивались и двигались. Вот это и есть, на мой взгляд, основные параметры лидеров. Вы можете, напоминаю, фотографировать эти слайды, размещать это в соцсетях по хэштегу «Мы россияне», хэштег «Павел Вердняк». Мы отследим, и я, конечно, отправлю вам свою книгу в подарок. Пишите мне личные сообщения. Контакты будут в самом конце. Ну и бонусы будут в самом конце, оставайтесь до конца, дорогие друзья. Какие же ключевые навыки лидера? Напишите, пожалуйста, какие ключевые навыки лидера вы можете вспомнить, знаете, может быть, отталкиваясь от своих сильных сторон. Что это? Что это за навыки? Напишите, пожалуйста, здесь в комментариях. Брать ответственность на себя, Надежда. Здорово. Что еще? Целеустремленность. Хорошо. Так, отлично. Посмотрим. Что еще? Я напоминаю, друзья, некоторые являются риторическими вопросами, требующие ответа вслух. Но в целом это так. Так, конкуренция отказывает в работе. Странная закономерность. Супер. Елена, слышать, видеть, принимать решения на основании уже коллективного. Супер. Татьяна лидера точно знает, чего хочет. Компетенции. Отлично. Друзья сейчас на онлайн-семинаре. Я напомню, что у нас сейчас идет онлайн-семинар. Я еще включил трансляцию в своем Инстаграме. Здесь, к сожалению, у нас нет видео, но в Инстаграме вы можете включить параллельно, там без звука. Там вы будете видеть меня, потому что здесь, к сожалению, технические вопросы возникли именно с камерой. Хотя вчера я с этого компьютера буквально ввел тоже онлайн-семинар. Все было, все работало. Ну, ничего страшного. Бывают такие моменты. Так, ну, в Инстаграме Павел Дырдняк можете включить трансляцию, меня также параллельно видеть. Так, какие же навыки? Первое. Ставить, достигать цели. Вы молодцы, вы написали по целям. Второе. Искать способы, как быстрее, лучше, дешевле находить и удерживать клиентов. Третье. Ну, клиенты – это не только в бизнесе. Клиенты – это, может быть, другие вопросы, связанные, вы можете переименовать. Третье. Ставить приоритеты и работать над ключевыми задачами. Пишите, пожалуйста, совсем вы ли согласны, что можете еще добавить. И четвертое, на мой взгляд, это решать проблемы, принимать решения. Отлично. Так, Алла, знание коммуникативной. Супер. Екатерина, умеющий взять ситуацию в свои руки. Здорово. Так, Татьяна, у лидера есть ответственность за себя и того парня. Молодцы. Супер. Что еще? Пятое. Быть примером. Правильно. Какой у меня был бы бизнес, если бы все люди были, как я? Это такой вопрос. Какой мир был бы, если бы все в этом мире были бы, как я? Какая семья была бы, если бы все были, как я? Это очень сильные вопросы, достаточно глубокие, философские, коучинговые, которые я встраиваю в том числе в свою программу «Ускоритель» для руководителей, предпринимателей. И в групповом формате мы много делаем таких упражнений, заданий, когда открываем ответы, много пишем. И вот на самом деле эти озарения включаются в наши действия уже по результатам наших взаимодействий, там, однодневного, двухдневного тренинга, или месячной программы, или полугодовой программы. И как раз мышление корректируется, и за мышлением корректируются и внешние результаты. Так, следующий навык – вдохновлять и мотивировать. Как вы относитесь к этому? Согласный – нет. Если нет, то добавьте, что… Это, на мой взгляд, та выжимка, которая работает у меня, это то за вот этот период, что я выявил о лидерстве. И, конечно же, важнейший навык – это давать результаты. Какие результаты от меня ожидают мои клиенты, мой начальник? Какие результаты я ожидаю от самого себя? Елена, как выбрать приоритет, если иногда работают другие, например? Приоритет остается за мной. Опыт работы в направлении. Супер, хорошие вопросы. Вы получите на них ответ. Если останутся эти вопросы, вы напишите мне там личных сообщениях, или в самом конце у нас будет блок «Ответы». Так, запишите прямо сейчас, какие у вас есть три приоритета в личной жизни, в бизнесе и в финансах? На чем нужно концентрироваться? Вот как раз, Елена, приоритеты. Как найти? Вот напишите, если бы у вас была такая возможность. Какие три приоритета в личной жизни, в бизнесе и финансах вы бы поставили? На чем бы вы начали концентрироваться? Напишите ответы у себя в блокноте. Следующий вопрос. Какое первое действие я собираюсь предпринять прямо сейчас? Напишите ответ. Какое первое действие я собираюсь предпринять прямо сейчас, отталкиваясь от моих ответов, отталкиваясь от тех приоритетов, которые я написал? Итак, переходим к целям. Эффективность без целей не имеет значения, и это не работает. Мы сейчас будем ставить цели, поэтому многие из вас уже ставили цели. Напишите, пожалуйста, друзья, кто уже из вас имеет цели? Поставьте единичку, кто из вас уже имеет цели, какие-либо. Отлично, хорошо. И поставьте двойку, кто не имеет цели. Вот кто никогда не ставил цели, не знает, что это такое, как это делать. Хорошо. Так, Полина, Екатерина, молодцы. Отлично. Запишите прямо сейчас. Какие у вас сейчас самые главные три цели в жизни? Чем бы вы посмели, о чем бы вы посмели мечтать, если вы знали, что успех гарантирован, если у вас обязательно получится? Поставьте ясные цели и запишите их. Прямо сейчас, можете здесь в комментариях, можете у себя в блокноте. Поставьте три цели, самые главные в жизни. Ну, давайте, может быть, не в жизни, а давайте я вам дам подсказку. Цель должна быть с конкретной датой. Ну, к примеру, к 20 апреля 2022 года. Или любую дату выберите, понятную, достижимую, которая вам откликается. Поставьте цели хотя бы на два года или на один год. Какие три цели вы бы для себя поставили? Алла, становление ребенка. Алла, очень здорово. Добавьте, пожалуйста, ясности, конкретики. Что вы имеете в виду? Какие параметры будут говорить о том, чтобы вы эту цель достигли? Цель должна быть конкретной. В чем отличие от цели, мечты, желаний, фантазии? Вот как раз цель должна быть конкретной, цель должна быть записана. Незаписанная цель – это не цель. Образование. Осуществить проект на 2 миллиона. Хорошо. Екатерина, очень здорово. Алла, образование. Да, ну, добавьте конкретики. Какое образование? Где вы хотите обучить вашего ребенка? Екатерина, карьера. Добавьте деталей. Понятно, что вы здесь, может быть, в комментариях пишите так широко, но у себя в блокноте добавьте детали, добавьте конкретики. Создать имидж к публичной личности. Хорошо, Елена. Как вы отследите? Сколько подписчиков? Как вы будете понимать, что вы публичная личность? Помощь. Марина, тоже добавьте, пожалуйста, конкретики. Как вот 8-летний мальчик или девочка скажет, о, эта цель достигнута. Вот какие могут быть? К примеру, я вешу 70 килограмм или 80 килограмм, или 60 килограмм. Какая цель? К 20 мая 2022 года. Или пробежать целый марафон. К 1 января 2023 года. Что это будет? Вот конкретно, измеримо, достижимо. Конкретная дата. Записать. Оставьте место. Начать самой проводить семинары для обучения специалистов. Очень хорошо. Если вам нужна будет какая-то поддержка, помощь, рекомендации, советы, сообщайте. Буду рад подсказать, потому что опыт есть. На какие-то вопросы я вам отвечу. Так. Какие же параметры важны, чтобы поставить, достичь цели? Ну, первое, это вызовите сильное, жгучее желание. От желания, вот то, что вы те цели, те три цели, которые вы для себя поставили, отследите и протестируйте по тем шагам, которые я сейчас вам назову. И скорректируйте при возможности. Напомню, дорогим друзьям, кто сейчас присоединился, здесь на онлайн-семинаре, здесь может быть трансляция Instagram, что мы ведем сейчас вебинар по теме, как же быть эффективным, как поддерживать мотивацию в период неопределенности. И, соответственно, эту тему мы сейчас рассматриваем именно под этим углом. Второй шаг. Выработайте убеждение, что вы заслуживаете этой цели. Она осуществится, когда вы будете к этому готовы. Это важнейший такой параметр. Именно бессознательно мы часто блокируем то, что анонсировали, прописали сознательно. И как раз когда мы вырабатываем убеждение, повышаем самооценку, усиливаем тот навык внутренний, в том числе, который может быть сдерживать, мешать от достижения цели, это помогает нам в реализации своих целей быстрее, эффективнее, дешевле. Напоминаю, вы можете фотографировать слайды, переписывать слайды, также фотографировать это все и в публикациях, в сторис по хэштегам «Мы россияне», хэштег «Павел Вердняк» писать какие-то отзывы, рекомендации, идеи, озарения, которые у вас приходили в рамках нашего общения. Третий шаг. Записать цель. Цель, не записанная, это еще не цель. Я об этом уже говорил. То, что мы сейчас с вами записали, это нас перенесло в верхние 3-5% людей, которые когда-либо вообще писали цель. А те, кто писал цель, они наиболее результативны и эффективны во всех областях жизни, в которых имели цели. И это очень здорово. То, что вы сейчас хотя бы, кто-то из вас, я знаю, впервые вообще записал цель, это здорово. Это здорово, это мы уже немножко начали корректировать те убеждения, те внутренние моменты, которые будут влиять на достижение цели. Четвертый шаг. Составьте список всех преимуществ, вытекающих из достижения вашей цели. Что я получу от достижения этой цели? Это очень важный параметр, важный пункт. Чтобы объяснить нашему мозгу, вообще зачем мне эту цель достигать. Вот кто из вас изучал иностранные языки в школе? И все равно как-то в конце школы он язык знал не очень хорошо. Я тоже могу поднять руку. У меня менялись учителя, я изучал английский язык. И когда я поступил в университет, нам нужно было написать тест по английскому языку. Если я выполняю тест хорошо, я иду в группу с углубленным изучением английского языка. Если не очень хорошо, то с нуля немецкий. Я выполняю тест, и преподаватель выдает результаты. И говорит Павел, идешь в группу немецкого языка. Как так? Я же изучал английский язык, я хочу продолжать изучать английский язык. В общем, преподаватель Нина Геннадьевна пошла мне навстречу. Я пошел в группу с углубленным изучением английского языка. И вы понимаете, какие там ребята из углубленных школ схватывают английский на лету. Я в отстающих. Но спустя полгода я увидел возможность поехать в англоязычную страну, поработать летом по программе культурного обмена, конкретно в Соединенные Штаты. И знаете, я загорелся, я поставил уже тогда цели, я знал, как ставить цели. Я взял курсы дистанционного обучения. Каждый вечер занимался по полчаса, по часу, по два часа английским языком. Мне нужно было изучить английский язык, чтобы хотя бы пройти собеседование в консульстве в Санкт-Петербурге, я тогда жил в Петерзаводске. И ставил цели и двигался к ней. У меня была мотивация, у меня был этот список преимуществ, вытекающих и достижения цели. Я очень благодарен этому опыту. Что стало происходить? Я стал догонять этих ребят. Я стал догонять, у меня было 4-5. Многие ребята стали отставать. Почему? Потому что у меня была цель, у меня была мотивация, зачем мне изучать английский язык. У многих этой цели не было. Ну, когда на первом этапе мы выбирали еще работу, я хотел получить работу в Велорикшей, катать туристов в штате Флорида. Мне хотелось побывать в штате, увидеть океан, пальмы. Я никогда не был тогда еще за границей. Первый год. Но мне тогда эту работу не дали, потому что уровень языка еще не дотягивал до того, потому что нужно было общаться с туристами. Я получил работу посудомойщиком в национальном парке Геллоустон в отеле. Там английский совершенно не требовался, там была длинная посудомоечная машина. С одной стороны, один человек подавал грязную посуду, с другой, например, я или кто-то другой, вытаскивал чистую. Но такой был интересный опыт. Екатерина спрашиваете, да, как долго вы работали в США? Ну, первая поездка у меня была на 4 месяца, потом спустя 3 года я поехал также на 4,5 месяца по другой программе обмена. В 2014 году я проходил 3 модуля как раз обучения с Джеком Кенфилдом, сертификацию в Калифорнии, в Аризоне. Тоже было где-то в совокупности пару месяцев. И, соответственно, в 2017 году я прожил там 5,5 месяцев где-то так. То есть в совокупности больше полутора лет. Так, хорошо, идем дальше. И до сих пор люблю изучать английский, слушаю, общаюсь, читаю на английском. Это потому что была мотивация, зачем мне нужен был английский язык. Вот так же и здесь, отталкиваясь от своих целей, вы написали, составили список всех преимуществ, вытекающих от достижения вашей цели. Следующее. Определите сроки достижения цели. Вот вы поставили 3 цели, или кто-то больше, кто-то меньше. Рядом с этой целью поставьте сроки, какие даты вы поставите. Ну, к примеру, о, эту достигну 1 мая 2021 года. О, эту достигну пораньше. Эту достигну там попозже. Поставьте эти даты. Следующий шаг. Составьте список всех препятствий, стоящих между вами и достижениями вашей цели. Вот какие ограничения? Да, Наталья, реальные сроки, в которые вы верите? Я ускоряю, дорогие друзья, просто слежу за регламентом, чтобы больше вам дать, чтобы много там, в том числе, домашних заданий было, работы, вы много сделаете в свободное время. Ну, и больше я вот посажу вот этих семян, которые вырастут в большие деревья каждому из вас. Мария, да, даты можно выставлять запасом, можете все равно потом передвинуть эти даты, если не достигли, там, вы достигли, например, на 70%. То есть нет недостижимых целей, есть нереальные сроки достижения. Это правда принадлежит известному эксперту по менеджменту, Питеру Дракеру в оригинале, Питеру Друкеру на русском языке. Поэтому ставьте даты, в которые, ну, примерно ориентируетесь. Это может быть немножко пугать, это может быть сначала нет веры, да, что вы достигнете. Составьте список всех препятствий. Может быть нет каких-то навыков, нет каких-то умений, нет команды, нет финансовых каких-то ресурсов. Или времени. Что это будет? Что это будет? Какие препятствия стоят между вами сегодняшним и вами, достигшим эту цель? Седьмой шаг. Напоминаю, вы можете фотографировать слайды, дорогие друзья. Составьте список информации, талантов, навыков, способностей, которые вам потребуются для достижения этой цели. Вот составьте план освоения этих навыков. Может быть аренды, заимствование информации, покупки. Вы наймете, может быть, наставника, коуча. Что это будет? Составьте список информации, навыков, талантов, которые вам потребуются для достижения этой цели. Это важный очень вопрос. Каким человеком мне нужно стать, чтобы достичь эту цель? Отлично. Фотографируйте слайды. Я сейчас специально чуть-чуть ускоряюсь, потому что информации много. Я обычно даю тренинг на один день, на два дня в корпоративном формате или в открытом. На несколько часов, хотя бы 3-4. У нас сейчас ограничено время, поэтому фотографируйте, вы все это будете делать. Но то, что приходит в голову, обязательно фиксируйте. Фиксируйте и пишите ответы. Следующий шаг. Составьте план действий. План очень важен. Вот какие 3-5 первых действий вы можете предпринимать, чтобы приблизиться к этой цели, чтобы эту цель достичь? Запишите то, что приходит в голову. Следующий шаг. Девятый. Составьте список людей и организаций, помощь которых вам потребуется. Это важнейший шаг. Мое убеждение, что ни одна цель не достигается в одиночку. И отдельные мои мероприятия, тренинги, посвященные нетворкингу, как заводить и поддерживать деловые связи. Как раз мы прорабатываем в такой игровой форме наши контакты и достигаем наших целей, в том числе при помощи ресурсов других людей. Вот составьте список людей и организаций, помощь которых вам потребуется. Почему я веду интервью на радио или в своих других проектов, которые вы можете посмотреть, в том числе на моем YouTube-канале Павел Вердняк? Потому что за этот час времени или два часа времени, за обедом или в интервью, я могу задать те вопросы, ответы на которые мне сэкономят большие временные и финансовые ресурсы. Вот так же и здесь. Может быть, есть какой-то человек, результаты которого вам нравятся. Может быть, есть наставник, может быть, есть начальник, может быть, партнер, который поможет вам в достижении этой цели. Составьте имена или должности этих людей в список. Следующий шаг, десятый. Представьте, вашу цель уже достигнутой. Я часто использую вообще силу подсознания, силу визуализации. И этот инструмент использовался еще с 80-х годов при тренировке олимпийцев, спортсменов. Также и здесь вы можете использовать это для усиления самооценки, для проработки каких-то навыков, формирования новых каких-то привычек. В том числе и представляя эту цель уже достигнутой, мы вживаемся в этот образ и мы начинаем считываться окружающими, как человек уже, например, достигший результата в бизнесе, в финансах, в отношениях, в здоровье, в спорте и так далее. И одиннадцатый шаг, без которого все предыдущее можно перетерпнуть, это делайте что-то каждый день, что приводит вас к достижению этой цели. Каждый день действуйте, делайте маленькие шаги, силу маленьких шагов, которые приводят вас к достижению. Сравнительно недавно я брал интервью как раз у ультрамарафонцев, которые пробежали 300 километров по пустыне Сахари и ультрамарафон выиграли в Швейцарии, 10-ти кратный триатлон такой, железная дистанция. И, конечно же, это сила маленьких шагов, тренировка и питание, тренер важен и так далее. Сила маленьких шагов. Когда мы ставим цель, мы усиливаем свой внутренний магнит. Мы начинаем притягивать возможности, ситуации, людей, которые нам помогут в достижении этой цели. Пауэлл Куэльев в своей книге «Легендарный алхимик» пишет об этом, что если у нас есть мечта, то вся вселенная будет помогать в достижении ее. Вот так же и здесь. Те цели, те мечты, которые у вас появились, они появились у вас не просто так. Значит, у вас есть все ресурсы, все возможности для достижения этой цели. И вот подумайте об этой фразе, друзья, я здесь, чтобы направить вас и вдохновить, чтобы дать вам инструменты, чтобы дать вам энергии, мотивации, чтобы вы создали из своей жизни по-настоящему шедевр, выдающийся что-то такое интересное. И обязательно все это работает и сработает у вас, это работает в моей жизни. Я даю вам те инструменты, которые я опробировал на своем собственном опыте, на опыте своих клиентов, на опыте своих наставников. Сотни людей прошли, тысячи людей прошли до нас. И мы можем просто моделировать этот опыт и использовать это в своей жизни. Ну, конечно же, видение мечта. Вот эта фотография была сделана в Нью-Йорке. 13 тысяч человек в зале. И здесь я помогаю переводить на русский язык для русскоязычных людей, кто не знает английский, семинар моего коллеги, в какой-то степени недавно бывшего здесь в России, такого хайпового человека, да, известного, Тони Робинса. Здесь я вот на слайде как раз в Нью-Йорке фотографии перевожу. Интересный очень опыт такой, да, я в команде, его команде. Так, управление своим временем. Вообще, как быть эффективным? Мы уже сделали анализ ситуации, мы поставили цели. Теперь нужно понимать, расставить приоритеты и правильно использовать свое время. Здесь я вам дам некоторые наработки, некоторые инструменты, которые помогут вам в использовании своего времени наиболее эффективно. Итак, что же такое тайм-менеджмент? Я сейчас ускорюсь, потому что тайм-менеджмент – это отдельная большая тема на 8-16 часов, которую я провожу в корпоративном формате, там много практики, 80% практики. В этом формате такое просто знакомство, мы мало можем поэкспериментировать, мало можем поработать, потому что я специально ускоряюсь. Но в целом, вот, ответьте, пожалуйста, что в вашем понимании тайм-менеджмента, что такое в переводе с английского управление временем? Что это такое? Можем ли мы вообще управлять временем? Напишите. На самом деле мы управлять временем не можем. Мы не можем его поймать, сохранить или как-то там оставить у себя. Мы можем правильно организовать время. Организовывая время, мы организуем самого себя. Организовывая время, мы организуем свою жизнь. То есть тайм-менеджмент – это управление нашей жизнью. Вот, в переводе, вот, тайм-менеджмент – это организация времени, управление временем – это технология упорядочения времени, направленная на повышение эффективности его использования. Напоминаю, друзья, вы можете фотографировать наш семинар, фотографировать эти слайды, и по хэштегам «Мы россияне», по хэштегу «Павел Вердняк» тоже делитесь. Это будет мне полезно отследить вашу динамику, как вы понимаете эту тему. Ну и, конечно же, это будет полезно вам, когда вы объясняете что-то вашим подписчикам, друзьям, сестре, звоните кому-то, рассказывайте о том, чего узнали. Вы сами понимаете эту тему лучше, даете ценность другим людям. И эту тему вообще изучали давно, с начала 20 века, в том числе наши соотечественники – Гастев, Керженцев, Гранин. Соответственно, для того, чтобы успевать, нужно правильно управлять своим временем. И сейчас я дам вам некоторые рекомендации. Первое – это принять решение. Любому навыку можно научиться. Организация времени – это тоже навык, который можно развивать, который можно совершенствовать. Первое, с чего следует начинать – это принять решение. Все позитивные перемены в жизни начинаются с принятия решения. Решите сегодня, что вы станете экспертом по управлению своим временем, что вы станете экспертом в психологии успеха, к примеру, или той темы, в которой я специализируюсь, в том числе с удовольствием отправлю вам свою книгу в подарок, как я и обещал, и мы еще на каких-то этапах с вами по взаимодействию. Кто-то из вас наверняка захочет, может быть, поработать в индивидуальном формате, в двухмесячной программе, кто-то придет на мои открытые семинары или онлайн-семинары, в том числе организованные молодежные ассамблеи народов России, мы россияне, и не только. Отслеживайте новости. В моих соцсетях я обычно опубликую новости, возможность посетить тот или иной мероприятие моем. И планируйте рабочий день заранее, к примеру. Вот шесть правил 6П. Правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. Это один из моих тоже наставников главных, у которого я сейчас прохожу двухмесячный коучинг. Брайан Трейс, это его формула, очень правильно, очень интересная и очень глубокая. Все, кто преуспевает, думают на бумаге, поэтому думайте на бумаге. И вот запишите эту формулу или сфотографируйте этот слайд. Правило 6П. Правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. И я видел, дорогие друзья, вы писали, да, вот Елена, количество ежедневников, планеров, да, у меня их шесть. Очень здорово. Планеры, ежедневники очень важны. Вот я сейчас, например, веду такой планер, The High Performance Planner, Брэндон Бушар, известный такой в мире эксперт по личной эффективности, тоже сильные вопросы, которые вот каждый день я на них отвечаю, сейчас небольшую паузу делал, потом итог недели. Вот я показываю, друзья, в Инстаграме, вот у кого есть трансляция, видите, я показываю. И потом идет подведение итогов недельная, например, недельная выжимка, месячная. Вот такой очень сильный планер, там каждый планер на два месяца, у меня таких на весь год, вот там еще лежит 5 штук. Очень интересный инструмент. Хотя планеров ежедневников, я согласен, очень много. Елена, да, сейчас комментарий напишу, свою ссылку на Инстаграм, подключайтесь, там есть видео-трансляция. Так, Инстаграм, так, слэш, так, слэш, так, так. Так, вот, можете по этой ссылке зайти, instagram.com, Павел Вербняк. Подписывайтесь и следите за моей трансляцией тоже онлайн. Кстати, будут сильные еще ближайшие интервью. Так, идем дальше. У кого есть слайд, тоже фотографируйте хэштеги, напоминаю, мы россияне и хэштег Павел Вербняк по-русски. Ну, можно и по-английски. Метод АБВГД очень сильный. Мы можем составить список дел. Это вам домашнее задание. Составьте список всех незавершенных дел. И прошкалируйте, поставьте рядом буквы, алфавита нашего. Задача А. Это важная задача. Делать первоначально. Задача Б. Также важно и имеет определение последствия, да, но это менее важно, чем задачи категории А. Задача В. Это приятные дела, но которые не влияют на вас, вашу карьеру, вашу жизнь. Задача Г. Это можно делегировать кому-то, да, кто справится с этим и не хуже вашего. То есть это можно делегировать. И Д. Это от чего следует отказаться совсем. Вот после этого поставьте цифры. К примеру, у вас категории А получилось 5 штук. Можете шкалировать там А1, А2, А3. Начинайте там с первого А1, А2, А3 и так далее. Это вот такой инструмент очень сильный. Екатерина, на самом деле, можно использовать 1, 2, 3, 4, да. Это тоже квадрант Эйзенхаура, да, квадрант срочное, важное, не срочное, не важное. Ну, вообще в тренинге по тайм-менеджменту я делюсь некоторыми инструментами, которые просто даю на… Чтобы было. И каждый выбирает свой инструмент, свой метод. Вот мне это тоже нравится, мне нравятся ваши, которые вы используете, Екатерина, 1, 2, 3, 4, да. Срочное, важное, важное, не срочное и так далее, и так далее, и так далее. Итак, вот срочное, важное, вот о чем я уже говорил, да, срочное и важное, срочное и не важное, не срочное и не важное, это тоже вот можно использовать. Правило 80 на 20. Вот у меня где-то здесь на полке, кто видит, есть книга 80 на 20. Ричард Кох, вот видите она. Вот что говорит автор? Это принцип Паретто, Вильфред Паретто придумал такое правило, что 20% наших действий определяет 80% результата. Или, к примеру, 20% наших клиентов приносит 80% денег в компании и так далее. И вот какие 20% действий наиболее эффективны для вас? Ориентируйтесь на это в первую очередь. Итак, мотивация. Эту историю мне рассказал Джек, Джек Кенферд, мой наставник, и эту же историю он описывает в своей книге. Ему позвонил его давний друг, Манти, и говорит, ты знаешь, Джек, вот ты такой известный общественный деятель, ты проводишь разные семинары, тренинги, приезжай как-нибудь в гости, я тебе расскажу свою историю, возможно, она тебе тоже поможет, ну и ты будешь там как-то ее задействовать для вдохновения людей, с которыми ты работаешь. Тюремных заключенных, школьников, политических деятелей и так далее. Да, конечно, выбирают дату, приезжает Джек в гости, и за чашечкой чая Манти рассказывает историю. Ты знаешь, Джек, когда мы были в школе ребятишками, наш учитель попросил написать сочинение о том, чем мы хотим заниматься, когда вырастем, как выглядит наша жизнь. И Манти, воодушевленный, вот вы видите его на слайде, на фотографии, приходит домой и в полночи пишет подробнейшее сочинение о том, что он фермер, что у него большой ранчо, что он ухаживает за лошадьми, что какие у него лошади, описывает породу лошадей, количество, описывает дом, в котором живет, дом для гостей. И на следующий день возвращается в школу и сдает сочинение. И учитель, проверив сочинение, на следующий день выдает тетрадки, Манти открывает тетрадку, и по нашей системе двойка. И написано, Манти, подойди ко мне после уроков. Манти расстроенный, подходит после уроков к учителю и спрашивает, учителя, почему двойка? У меня ни одной ошибки, я написал подробнейшее сочинение о том, что я фермер, когда вырасту, что у меня большое количество лошадей, как я за ними ухаживаю, как я их тренирую, кормлю. Почему такая оценка? На что учитель отвечает? Ты знаешь, Манти, ты из бедной семьи, чтобы иметь такое ранчо, таких лошадей, нужно много денег. Перепиши сочинение, сделай его более реальным, и тогда я тебе исправлю оценку. Манти расстроенный, возвращается домой, рассказывает родителям, ну, папа достаточно мудрый, никаких рекомендаций не дает, и говорит, ну, это твоя жизнь, что хочешь, то и делай. И Манти возвращается в школу, вторую ночь плохо спит, подходит к учителю и сдает сочинение, не исправив ни одной строчки, со словами, учитель, вы можете оставить при себе свою оценку, а я оставлю при себе свою мечту. Но месяц до встречи с Джеком приезжал учитель на ранчо Манти, он также работает в школе, с группой учеников. И перед тем, как уехать, показывал, как к рементишкам ухаживать за лошадьми, как их тренировать, и перед тем, как уехать, учитель подходит к Манти и говорит, ты знаешь, Манти, я не дал осуществиться множеству детских мечтаний и целей, но ты оказался достаточно сильным, чтобы идти до конца к своей. Дорогие друзья, почему я рассказываю вам эту историю? Потому что независимо от того, откуда мы все стартовали, с какими стартовыми позициями, финансовыми, личными, физическими, если у нас есть мечта, если у нас есть цель, то у нас все будет получаться. Делайте что-то каждый день. Вот так же, как и тот мальчишка из бедной семьи, он мечтал об этом раньше, и спустя 20 лет он эту цель, мечту реализовал. Так же и здесь. Мечтайте, действуйте в этом направлении, и все у вас будет получаться. Наша жизнь становится лучше, когда мы становимся лучше. И одна из важнейших привычек, которая может гарантировать достижение вашего успеха в том понимании, в котором вы для себя поставили, или той цели, которую вы для себя сформулировали, это привычка к постоянному личностному и профессиональному развитию. Это большое открытие для меня было, чтобы моя жизнь стала интереснее, насыщеннее, богаче. Мне нужно стать внутри интереснее, насыщеннее, богаче. Я вижу динамику. Я вижу тех людей, которых 10 лет назад я просто... Сложно было мечтать, что я с ними буду обедать или встречаться, или звонить, и дружить. Но сейчас они в моем окружении. Или этот уровень дохода, который я сейчас вижу. Или мои результаты связаны там со спортивными достижениями и так далее. Лидеры любят и умеют учиться. То, что мы сегодня с вами собрались на этом онлайн-семинаре, это тоже не просто так, друзья. На самом деле вы лидеры. Вы задаете вопросы. Вы хотите узнать что-то новое, что продвинет вас вперед, что поможет вам добавить мотивации, что поможет вам улучшить результаты в вашем бизнесе, в вашей профессии. Даже в это непростое время, в этот период неопределенности, в этот период, многие говорят, кризисный период. Это на самом деле непростое время, которое может и должно сделать вас сильнее и лучше. Давайте выйдем из этой самоизоляции сильнее и лучше, чем мы в нее заходили. И вот наше решение, наш внутренний выбор, что мы с этим сделаем. Малком Гладово в своей книге «Гений аутсайдер» переводит принцип 10 тысяч часов. Ну, вообще, он считает, что 10 тысяч часов практики изучения в теме сделает вас специалистом. И на самом деле, 3 года, 3 года сделает вас специалистом практики изучения по 5 часов в день, в рабочую неделю, 5-6 дней в неделю, сделает вас специалистом в вашем городе. К примеру, вы хотите освоить навык публичных выступлений, или вы юрист, или вы врач. Вы станете специалистом в вашем городе, в Иркутске, в Москве, в Омске. В зависимости от того, где вы сейчас находитесь, в Красноярске, в Сочи, я знаю, многие сейчас смотрят, в Санкт-Петербурге, в Киеве, в Минске и так далее. 5 лет практики изучения сделает вас специалистом в вашей стране, то есть уже известном в другом городе, в другом регионе. Екатерина Черябинга, да. 7 лет сделает вас специалистом уже международного уровня. Это не значит, что лучшим, это не значит, что чемпионом мира, но это значит, что вы будете уже в высшей лиге, вы будете известны уже в других странах. Это я вижу на своем опыте, я изучаю 15 лет. На самом деле этот путь можно пройти быстрее, этот путь можно пройти медленнее. В зависимости от того, инвестируемого вами времени в то, что вы изучаете. Вот подумайте прямо сейчас, напишите, специалистам в какой сфере, в какой области вы станете через 3 года. Напишите здесь в комментариях одно-два слова, ассоциация с чем вас будут ассоциировать. Друзья, я специально ускоряюсь, я мало времени делаю пауз, чтобы вы поработали в таком интерактивном формате, но все равно, я думаю, этот формат полезен и многое зашевелилось внутри. Гелена, социальное предпринимательство, здорово. Алла, молния, да, что вы имеете в виду под этим? Рад, что вам полезно и ценно. Используйте, дорогие друзья, это то, что я использую в своей жизни. Социальные проекты, Марина, здорово. Хорошо, напоминаю, можете фотографировать, будете делиться, потому что, к сожалению, я презентацию не смогу вам отправить, скорее всего. Но фотографировать и все, что там вы можете, это используйте, пожалуйста, и работайте по ним. Юрист в межрегиональном взаимодействии, Екатерина, супер. Хорошо. Алла, да, человек. А, спасибо, я понял. Так, идем дальше, друзья. Это любимая моя тема, вы, наверное, чувствуете энергию. Мне хочется вам больше и больше давать. Я думаю, мы на регулярной основе, дай бог, будем встречаться. И в регионах в том числе. И вот с удовольствием и приеду к вам, и в онлайн формате, если смогу дать вам пользу, ценность для ваших сотрудников, то буду очень рад. Поэтому, посвятив себя совершенству, мы можем обогнать предупривающих конкурентов, мы можем увеличить свой доход, мы можем повысить самооценку. Это все влияет, наша уверенность в себе, самооценка влияет на все области жизни. И вот это так работает. Знание сила. Вот кому принадлежит эта фраза? Напишите, как вы думаете, кому принадлежит эта фраза? Екатерина, да, народная общественная дипломатия, супер. Ну, некоторые приписывают эту фразу Фрэнсису Беккену. Некоторые считают, что Фрэнсис Беккен – это псевдоним Вильяма Шекспира. Но знание – это потенциальная сила. Без внедрения, без действия они не принесут никакой пользы. Вот мы можем прочитать все эти книги, ничего не сделать. А может быть, там Игорь или Петр прочитал одну книгу и сделал все, что там рекомендуется. И он сделал, он получил результат. Кто умнее? Игорь. Потому что у него есть результат. Вот так же и здесь. Что вы сделаете с нашей сегодняшней встречей? Что вы сделаете с этой информацией? Потому что я вам дал вот ту энергию, я вам даю эту информацию, эти инструменты, методики, чтобы вы использовали. Многие из вас скажут, ну, очередной семинар, очередная книга, ничего не буду делать. Ничего и не будет, к сожалению. А кто-то из вас скажет, о, я это буду делать, я это где-то слышал, я это где-то читал. Почему я это не использовал? О, Павел Зердняк мне рассказал более подробно эту тему, зарядил на изучение этой темы. Зарядил на изучение биографии, психологии успеха, бизнеса. Вот так же и здесь. Это толчок, решение, ускорение, которое поможет вам двигаться дальше. Поэтому что вы можете сделать с этой информацией? Каким человеком мне нужно стать, чтобы достичь моих целей? Это важный вопрос, который вы можете задавать на регулярной основе. Какие навыки, привычки, умения мне нужно аккумулировать в себе, развить в себе, чтобы прийти к своей цели быстрее и эффективнее? И здесь вы видите шуточный такой слайд, что хочется, конечно, к успеху прийти быстрее, на лифте подняться. Но лифт не работает, а ступеньки открыты. Вот шаг за шагом мы можем по этим ступенькам подниматься, увеличивая свои результаты. Шаг за шагом. Мы не можем перепрыгнуть тысячи метров, но мы можем делать один метр в день. И за тысячу дней мы этот километр пройдем. Вот так же и здесь. Эта цель может пугать. Но если мы делаем что-то каждый день, мы эту цель достигнем. И появится и эффективность, появится и мотивация, появится внутренняя энергия. Огонь. Качество вопросов, которые мы задаем в первую очередь самому себе, это качество... Качество вопросов, которые мы задаем в первую очередь самому себе, это качество... Отражается на качестве наших результатов, качестве нашей жизни. Это пример вопросов, которые вы можете задавать себе. Что я могу улучшить сегодня? Как я могу создать свой продукт, услугу дешевле, удобнее для потребителя? Как я могу приобрести новый навык или стать более компетентным? Вот это пример вопросов, которые вы можете задавать себе на регулярной основе. Поэтому задавайте вопрос, что я могу с этой ситуацией сделать? Почему это со мной произошло? Как я могу это улучшить? Как я могу выйти из этой вынужденной самоизоляции сильнее, лучше? Как я могу перестроить свой бизнес, усилить его онлайн и так далее? Вот сфотографируйте эти вопросы, эти слайды, фиксируйте их, делитесь инсайтами, озарениями своими, с хэштегами, да, мы россияне, хэштег Павел Вербняк. Я отслежу, напоминаю, отправлю вам в подарок еще свою книгу. Эмоциональный интеллект. Я сейчас немножко ускорюсь по вот этой теме, очень такая важная, но это тоже в рамках нашей темы, как быть эффективным в период неопределенности. Уровень эмоционального интеллекта очень важен, и об этом много тоже пишут и говорят. Тоже вот сфотографируйте этот слайд, я сейчас не буду его комментировать, я чуть-чуть дальше пойду, я расскажу об этом. Но в целом это очень важно. Понимание себя, понимание своих ценностей и, соответственно, понимание других людей, других эмоций. Ну, тоже такой слайд, тоже часто рисуют его. IQ – это верхушка айберга, а эмоциональный интеллект – это тот кусок большой айберга, который под водой, который мы не видим. Оптимизм. Способность видеть светлую сторону жизни, сохранять позитивный настрой в любых ситуациях, в том числе в тяжелых обстоятельствах. Ищите позитивное, ищите возможности радоваться жизни, благодарите. Составьте список, за что вы благодарны. Когда мы благодарны, мы не можем чувствовать страх. Когда мы благодарны, даются ресурсы, энергия. Когда мы благодарны, восстанавливаются клетки нашего организма. Это были, значит, большие исследования есть, в том числе, за которые получили Нобелевскую премию. То же самое счастье – это самоудовлетворенность, способность получать удовольствие от жизни, от того, что у вас уже есть. Мы счастливы, когда мы растем. Мы счастливы, когда мы даем ценность другим людям, когда мы отдаем другим людям. Поэтому не всегда нужно изобретать велосипед и колесо. Мы можем делать то, что работает у других людей. И, соответственно, по закону причины и следствия получать те же результаты. Если мы делаем то же самое и думаем так же, как делают и думают те люди, которые уже получили результат, который вы хотите, или живут той жизнью, которую вы хотите, то постепенно, по закону причины и следствия, у вас будут такие же результаты. Это очень здорово работает. Это пример вопросов, которые вы можете задавать себе. Первое. Что мне следует делать больше, чтобы продвинуться к своим целям быстрее и эффективнее? Что я уже делаю, и если я буду делать это больше, это даст больше результата. Друзья, я ускоряюсь. Напоминаю, можете фотографировать эти слайды. Что мне следует делать больше? Напишите. Может быть, делать больше зарядки, делать больше холодных звонков, встречаться с потенциальными клиентами один на один или больше проводить времени с семьей по выходным. Что это будет? В зависимости от тех целей, которые вы для себя поставили. Второй вопрос. Что мне следует делать меньше? Вот что забирает энергию? Вот, например, может быть, меньше смотреть соцсети или YouTube, меньше кушать некачественной еды, фастфуда, меньше жаловаться, критиковать, обвинять других. Что это будет? Напишите ответы, сфотографируйте, напишите ответы, оставьте место, друзья, это вам домашнее задание. Как сделаете, напишите мне в личных сообщениях, в соцсетях, ну, желательно в Инстаграме. Как вы с этим справились, я все читаю комментарии и, соответственно, буду очень рад за ваши успехи. Третий вопрос. Что мне следует начать делать? Вот что я еще не делал, но я знаю, что работает у моих конкурентов, партнеров. Например, делать зарядку или что я могу начать делать? Изучать профессиональную литературу каждый день или прозванивать теплую базу клиентов. Что это будет? Напишите ответы у себя, это для себя, друзья, это у вас останется. Четвертый вопрос, я думаю, вы догадались. Что мне следует прекратить делать? От чего мне следует отказаться? Вот это тоже очень важный, сильный вопрос, помогающий найти ресурсы для первых вопросов. Что мне следует начать и что мне следует делать больше? Напишите ответы. Что мне следует прекратить делать совсем? Да, друзья, напишите здесь в комментариях, пожалуйста, вот что из этих четырех вопросов, какие у вас были озарения, инсайты, вот какая, может быть, не пишите, что вы отвечали, а вот какую-то выжимку, какой итог, какой вывод вы можете сделать из этих четырех сильных вопросов. Вот я недавно по этой теме записывал, в том числе, видеосовет у меня на YouTube-канале, можете найти его, посмотреть еще раз. Я подробнейшим образом описываю об этом методе четырех вопросов. Отлично, Елена, следует прекратить общаться с тактичными людьми. Очень сильный вывод, очень сильное озарение. Вот не только, вот все четыре вопроса, какие у вас были озарения от этих четырех вопросов? Что мне следует начать делать, чтобы делать больше, меньше и прекратить? Марина, супер. Дорогие друзья, в Инстаграме, я сейчас перезапущу, потому что у меня заканчивается час, и зайдите еще раз, потому что вот мне уже предупреждение, что осталось 15 секунд. Давайте еще раз заходите, и мы продолжим. Друзья, вы отвечайте, какие у вас озарения, инсайты пришли на эти четыре вопроса. Отлично, Надежда. Очень сильные вопросы, которые вы можете использовать вообще в повседневной жизни, в решении сложных ситуаций. Эти вопросы помогут вам улучшить или изменить любую ситуацию. Итак, сейчас я дам еще вам некоторые рекомендации, советы, как справиться со стрессом, как выходить победителем из кризиса, как вообще поддерживать эмоциональный настрой. Как я поддерживаю эмоциональный настрой, как я держу себя в пиковом состоянии, в состоянии продуктивного, эффективного человека. Ну, в первую очередь, вообще кризисы и способы их разрешения. Много разных есть ассоциаций, игра в том числе, ассоциации. То есть каждая эмоция на каждую букву очень сильно, я сейчас дальше поем. Но вообще кризис – это решение, поворотный переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными. Кто из вас знает китайский язык или иероглифы? Я был в прошлом году в Китае с делегацией 100 лидеров из России. И иероглиф, китайский иероглиф «кризис» имеет двойное значение – опасность и возможности. Вот наша задача – ориентироваться на поиск возможностей, потому что в этой ситуации, в кризисной, многие двери открываются, которые мы раньше не замечали. Поэтому вот можете сфотографировать это определение кризиса, можете как-то зафиксировать какие-то мысли, идеи, которые к вам приходят. Кризис – у каждого из нас есть кризисы. Каждый месяц-полтора у нас есть маленькие кризисы в жизни. Профессиональные, личные, финансовые. Есть мировые кризисы, да, вот мы видим сейчас там каждые 6-7 лет. И это нормально. Наша задача – это решение проблемных ситуаций, решение кризисов. Предприниматель – это решатель проблем. Вот наша задача – решать ситуацию, решать задачи наилучшим образом. Поэтому вот эта ситуация может сделать нас сильнее, лучше. Так. Поэтому есть и плюсы, и минусы кризиса. Вот есть, на самом деле, выпишите все плюсы и все минусы. Вот, к примеру, у меня был такой опыт в биографии, меня увольняли с работы. И что я думал? Ой, почему это произошло? Такая работа хорошая. Там было недопонимание, я бы мог остаться. И я переживал. Но спустя полгода я обернулся назад и понял, и поблагодарил, как здорово, что эта ситуация со мной произошла. Я пошел в тренерство, я пошел в коучинг, я нашел новые возможности, новых людей, которых бы не увидел, если бы не было увольнения. Вот так же и здесь. Сложная ситуация, кризис может казаться нам чем-то страшным, чем-то неприятным. Но если мы развернем эту одежду грязную, мы увидим там ресурс, мы увидим там много возможностей, которые сделают, выведут нас на новый уровень, нашу жизнь на новый уровень. Какие есть способы преодоления доскованности и волнения, эмоционального какого-то зажима или беспокойства, подготовка и психологический настрой? Конечно же, это позитивный настрой, это отдых, это включать тело, физические упражнения, отжиматься, это прогулка при возможности на свежем воздухе, это медитация, это дыхание, это те инструменты, которые я встраиваю в своей жизни. У нас, к сожалению, друзья, маленький формат совсем. Мы бы с вами поработали бы с этим, поэкспериментировали, но я думаю, вы понимаете, о чем я, многие из вас с этим сталкивались и практикуют. Визуализация, расслабление в том числе, уверенная поза, включать тело, попрыгать, сделать какую-то там зарядку, это то, что включает, потому что у нас есть связь голова-тела. Я недавно интервьюировал в передаче «Секрет успеха» с Павлом Вердняком, вы можете найти эту запись в Ютубе, нейрохирурга, нейробиолога, исследователя мозга, и он подтвердил мои мысли, мои такие вот идеи, которые я тоже вычитал в книге, что есть связь голова-тела. Можем телом усиливать, менять настроение и мысли, можем мыслями менять тело. Вот так же и здесь. Так, ну вот тоже, уверенное, неуверенное тело, положение тела, и рук, и голоса, и так далее. Ресурсное состояние. Наше решение, друзья, что мы сделаем с этим? Наше решение поддерживать это ресурсное состояние, потому что от вашего ресурсного состояния зависит состояние ваших близких, ваших подчиненных, ваших коллег, ваших друзей и так далее. Ну, Дэйл Карнеги хорошо тоже сказал, не позволяйте себе расстраиваться из-за мелочи, которые следует перенебрить и забыть. Помните, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустяки. Да, умение отличить главное от второстепенного должно помочь каждому найти правильную линию поведения в конфликтах или в кризисных ситуациях. Майкл Джордан, да, знаменитый спортсмен, баскетболист, хорошо сказал, чем больше я тренируюсь, тем больше мне ведет. Тренируйтесь. Тренируйтесь справляться с эмоциональными какими-то сбоями. Тренируйтесь быть эффективным. Тренируйтесь работать с целями. Тренируйтесь думать на бумаге. И чем больше вы это делаете, тем лучше у вас получается. Поэтому ваша задача принимать вот такие правильные взвешенные решения и направлять лучи внимания, вот этот лазер или луч от этой лупы на прожигание. Потому что лупа может прожечь этот лист или стол, на котором стоит ваш компьютер. Но если мы эту лупу перевернем, она даст только немножко такого рассеянного света. Вот наша задача направлять внимание на приоритеты, на важные задачи. На финансы, на здоровье, на отношения с семьей, на любимое дело, на карьеру и так далее. То, что для вас является важным. То, что вы выписали вот в колесе баланса. И, конечно же, могут быть сложные ситуации. Плата или плато, откаты назад. Но наша задача двигаться вперед. Брать опыт, делать работу над ошибками и двигаться вперед. С высоко поднятой головой. Прямо сейчас, дорогие друзья, подумайте. Вот мы сегодня с вами, я до вас донес три основных момента. Но между строк вы видели еще много других. Первое. Ясность цели. Важность иметь цели. Важно понимать, куда вы хотите прийти. Второе. Ответственность. Ответственность за свои результаты. Ответственность за свои отношения. За свое финансовое благополучие. За свое здоровье. На себя возьмите. И третье. Постоянное личностное и профессиональное развитие. Это привычка, которая может гарантировать достижение любых ваших целей. Любого вашего успеха. Это может гарантировать именно постоянное личностное и профессиональное развитие. Любому навыку можно учиться. Становитесь классным человеком, это личностное развитие, становитесь классным профессиональным, это профессиональное развитие, как монета с двух сторон. Поэтому достижение ваших целей, достижение результата, достижение того успеха, который вы для себя поставили, предсказуемо и не случайно. Это не дело удачи. Многие считают, ну, он счастливчик, он поймал удачу за хвост, о нем стали писать, говорить. Но эта удача, эта ночь в кавычках занимала 5, 10, 15 лет тяжелого труда, который мы просто не замечали. Сложных каких-то ситуаций, ошибок. Вот поэтому ваша задача двигаться вперед, ваша задача, друзья, вместе, и моя задача вместе нам двигаться к результатам и создавать из нашей жизни что-то выдающееся. Давать ценность людям, создавать новые продукты, услуги, делиться знаниями, делиться ресурсами, делиться теми моментами, которые у вас есть. Потому что никогда не было такого человека, как вы, с такой роговицей глаза, с таким отпечатком пальцев, с такими навыками и умениями. Никогда не будет такого отпечатка, как Екатерина, такого человека, как Екатерина Алла, Александр, Игорь, все, кто вас сейчас нас смотрит. Поэтому отталкивайся от своих сильных сторон, развивайте их. Запишите прямо сейчас, что я понял и что я буду делать, друзья. Я просто слежу за регламентом, старался где-то ускоряться, где-то пропускать, чтобы мы в следующий раз это более подробно рассмотрели. Запишите, друзья, что я понял сегодня за этот онлайн-семинар с Павлом Верняковым. И что я буду делать с этой информацией? И третий вопрос, с кем я поделюсь? С кем я поделюсь в соцсетях, с кем я поделюсь по телефону, с кем я поделюсь при встрече? Это тоже важно. Когда мы делимся, мы понимаем эту тему лучше. Когда мы делимся, мы даем ценность другим людям. Запишите, что я понял, первый вопрос. Что я буду делать, второй вопрос. И третий вопрос, с кем я поделюсь? Отлично, Юля, действовать, развиваться. Юля, поделюсь с коллегами, супер, супер. Молодцы. Давайте я вам дам 10 секунд. Подумайте, запишите. Я вам дам специально паузу здесь. Обсужу с друзьями, Марина. Здорово. Да. Тоже, кто в Инстаграме смотрит, можете фотографировать наш онлайн-семинар. Фотографируйте слайды, кто смотрит нас в вебинарной комнате. И, конечно же, пишите мне в личных сообщениях в WhatsApp и в Инстаграме со своей электронной почтой. Я вам отправлю еще обещанную книгу. Отправьте электронную почту со словом «книга». Я вам отправлю еще ее в подарок вам, успех своими руками. Там я дал еще выжимку своих наработок. После каждой главы есть домашние задания и упражнения. Очень ценная книга. Многие на нее дали лицензию. Она несколько месяцев была в бестселлерах, на Азоне, в Читай-городе и так далее. Хорошо. Супер. Отлично. Надежда, я вас прошу, пожалуйста, дублируйте вашу электронную почту в Инстаграме мне. Потому что здесь я могу просто не зафиксировать. А там я скопирую и вам отправлю. Напишите книгой, поставьте хэштеги там, ваши отзывы, если у вас есть, будет желание отзыв написать. В видео в формате или в текстовом формате. Я вас прошу, сделайте это, пожалуйста. Это мне поможет в развитии, поможет мне улучшить продукты и поможет продвигать свои семинары, в том числе для других людей. Потому что есть задача выходить активно в регионы, выходить активно в другие страны. На английском языке я провожу семинары. Пока что не в таком объеме, как на нашем русскоязычном пространстве. Но потихонечку я это делаю. Да, вам спасибо, Надежда. Вижу, что это полезно. Елена, меньше страхов, больше уверенности. Я работаю со страхом, я работаю с ограниченными убеждениями и по своей программе ускоритель. Потому что страхи и убеждения нам даны не просто так. Они нам помогают в жизни, на каком-то этапе помогли в жизни. Но сейчас могут мешать или быть неактуальными. И мы просто замещаем эти убеждения. Я помогаю заместить это убеждение на поддерживающие убеждения. Ну, с помощью терапевтических упражнений, с помощью коучинговых инструментов, с помощью рядов инструментов, которые я за эти 15 лет набрал. Потому что я инвестировал в свое развитие по подсчету сейчас более 250 тысяч долларов. И со мной работают сейчас специалисты один на один. Я в групповом формате также провожу семинары. Мне есть, что вам дать. Так, поэтому лучший способ предсказать будущее – это создать его. И вот ваше решение, от вашего решения зависит вот эта семечка, которую я вас посадил сегодня. Вырастет большое дерево, если вы будете правильными действиями, мыслями, словами удобрять его. Или эта семечка засохнет. Если вы забудете о нем, скажете, ну, очередной семинар, очередная какая-то теория, очередные там какие-то. Это может быть и такое решение. Соответственно, никаких результатов не будет. Вот примите решение, что вы сделаете со своей жизнью, что вы сделаете со своими привычками, навыками. Что вы сделаете с этим семинаром, что вы узнали, что вы поняли, что вы будете делать. Это сильные вопросы, которые помогут вам достигать результатов быстрее, эффективнее, лучше. Это коучинговая программа, по которой я веду людей до результата. В основном руководители, предприниматели, ну и не только. Ускоритель 2,6 месяцев онлайн. Один на один я работаю. Или в групповом формате группа 5 человек. Мы в групповом формате индивидуально встречаемся раз в неделю, полтора часа стратегическая сессия, еженедельные задания, ежедневные отчеты, прорабатываем цели, ограничивающие убеждения, повышаем самооценку. Ну, в общем, каждый день там упражнения, очень сильные результаты ко мне возвращаются. Из Калифорнии несколько раз там мой клиент, и сейчас мы уже дружим, возвращался. И многие руководители, предприниматели со мной работают, и сильные инструменты. Некоторых я не могу просто назвать, известные люди, но некоторые такие очень продвинулись, открыли свое дело, нашли любимое дело, удвоили доход за полгода, нашли свои спутника в жизни, или даже решили вопрос со здоровьем. Разные мы вопросы решаем, прорабатывая ограничивающие убеждения о страхе. Пишите мне в Инстаграме, вот, соответственно, ускоритель онлайн или коучинг, я увижу, я отправлю более подробную информацию, или кто-то из моих помощников. Корпоративный тренинг я также веду для сотрудников, для руководителей, и в живом формате, и в регионы езжу с удовольствием, и в онлайн формате, как сегодня. Это целеполагание, это личная эффективность, это мотивация, это публичные выступления, это нетворкинг. Кто из вас, друзья, находится в Москве, приходите на мои семинары в русской школе управления или в московской школе бизнеса, там на регулярной основе я тоже провожу свои авторские семинары. Ну и, конечно, кто хочет посотрудничать, повзаимодействовать, пишите мне, я с удовольствием сейчас ищу усиление команды, сильных партнеров, может быть, организаторов мероприятий, может быть, те, кто там силен в маркетинге или в упаковке, или в продажах, тоже все это приветствуется с удовольствием. Я вас буду тоже вести, там, как коуч, к примеру, и вы мне сможете дать какую-то ценность. И вот такой взаимообмен может быть, стратегическое партнерство в том числе. Потому что программы не для всех, я не всех беру, у меня там времени сейчас ограничено. Она может казаться дорогой, то есть двухмесячная программа, там, сейчас 120 тысяч рублей до результата. Сейчас мы планируем повысить, потому что, ну, уже мало просто возможности вести людей. В групповом формате там более доступные условия. Ну и коучинг там или корпоративные тренинги тоже узнавайте условия. Друзья, это мои контакты. Тоже фотографируйте слайд. Мой прямой номер телефона, WhatsApp, Telegram на этом номере. Напишите мне свои электронные почты. Напишите мне ваши отзывы. Видео в формате будет очень здорово, если вы напишите. В текстовом формате. Что для вас было полезно. Что вы вынесли из этой онлайн-встречи. Кому рекомендуете. Все эти отзывы я собираю. На самом деле они мне помогают в развитии, потому что люди, принимая решение идти в коучинг или принимая решение пригласить меня в качестве бизнес-тренера, смотрят отзывы. И я их размещаю в соцсетях, на сайте. Поэтому, друзья, к вам большая просьба. Если есть возможность, время, запишите, пожалуйста, отзывы. Что вам понравилось, что вы будете использовать, как вам было ценно наша встреча. И это будет здорово. Напишите мне. Это мой номер телефона. Я есть в ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. И подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Потому что ВКонтакте и в Фейсбуке, к сожалению, я не могу принять уже других людей. Там ограничено количество людей. Там 10 тысяч ВКонтакте, 5 тысяч друзей. У меня уже там 5 тысяч подписчиков. То есть 10 тысяч тоже в совокупности. Но в Инстаграме я могу с вами взаимодействовать. Я там тоже анонсирую свои семинары, анонсирую какие-то предложения, возможности повзаимодействовать. И также даю ценность, рекомендации, советы. Выкладываю интервью, выкладываю встречи с интересными людьми. Вот так, друзья. На самом деле много чего хотелось с вами поделиться. Я просто напомню, что я слежу за регламентом. У нас есть еще 10 минут на вопросы и ответы. Напишите вообще, друзья, как вам было полезно, что самое ценное вы вынесли из этой встречи. И если есть какой-то вопрос, задавайте, я с удовольствием на него отвечу. Вот. Буквально 10 минут у нас еще есть. Рад, что было полезно. Я вижу ваши комментарии, что и мотивация появилась. И понятно, что делать со временем и как цели ставить. На самом деле я поделился с вами методикой постановки достижения цели. Вот это 11-шаговый метод постановки достижения цели. Очень результативный, очень сильный. Я узнал от своего наставника, он узнал от своего. И вот я его переделал, немножко усилил, немножко доработал. Для нашего пространства русскоязычного. Поэтому вот так. Да. Очень здорово. Очень здорово. На самом деле, друзья, я вижу, у нас много и будут смотреть еще в записи. Очень хорошо. Рад, что полезно. Вы пишете комментарии. Надежда, да. Ценные инструменты даны. Хорошо, что насыщено, без воды. Спасибо вам за активное участие. Да. Я стараюсь больше практики. То есть вот сейчас я давал там больше, накидывал идей, которые у вас бы вырастали в большие результаты. Ну, а в обычном формате, вот когда мы проводим живые мероприятия, часто 80% я даю упражнения, даю задания. Мы в групповом формате работаем, работаем в парах. Я тоже приглашаю на свои семинары, тренинги в живом формате, тоже обычно анонсирую там это все в своих соцсетях. Или на сайте вербняк.ком. Сейчас еще отправлю ссылки на свои сайты. Кто хочет узнать более подробно о, например, коучинговой программе, это павелвербняк.ком. Кто хочет узнать, например, просто почитать мои статьи или обо мне, то это вербняк.ком. Ну и, конечно же, вот в соцсети я уже давал вам ссылку на Инстаграм, ВКонтакте тоже. ВКонтакте Павел Вербняк. Фейсбук. Тоже подписывайтесь. Так. Инстаграм, да, инстаграм. Павел Вербняк. Ну и, конечно, еще раз хочу поблагодарить молодежную ассоциацию народов России. Мы, россияне, лично Надежду за помощь, Дину за возможность вообще пообщаться. Юлия, вам большое спасибо. Жалко, здесь видео не получилось, но я включил видео параллельно в Инстаграме, тоже можете посмотреть запись потом. Да. Вот Инстаграм Павел Вербняк. Подписывайтесь. Делитесь там своими вопросами, какими-то отзывами. Тоже все приветствуется. Я лично читаю, лично вам отвечу. Хорошо. Формат классный. Много идей появилось, как можно работать с коллегами из других территорий. Очень здорово, Надежда. Рад, что полезно. Елена, спасибо большое за результативную информацию. Ваш опыт очень полезен для меня. Будем общаться. Конечно, будем общаться. Я в этом плане очень люблю личное общение, люблю людей. Люблю быть полезным, потому что у меня есть такие же наставники, и я с удовольствием хочу стать таким же для вас. В какой-то степени, на каком-то этапе жизни, какими-то наработками. Потому что прочитаны тысячи книг, инвестировано тысячи часов в свое личное развитие, проработка своих страхов, своих убеждений, своих каких-то моментов. Наработка знаний по постановке достижения целей, по soft skills, мягким навыкам. И это, конечно, дает ценность и сотрудникам компании, с которыми мы работаем, и руководителям, и лидерам, и предпринимателям. Так. Вижу, много знакомых людей присоединилось. Очень здорово. Спасибо. Благодарю вас, друзья, за отзывы. Благодарю вас за активное участие, за возможность вообще пообщаться в таком формате. Мы сейчас в самоизоляции, но я чувствую ваше тепло, вашу энергию, вашу вовлеченность. И еще раз, друзья, то, что вы инвестировали эти два часа в свое развитие, говорит очень о многом. Вы в топе 5% людей в мире, которые, уверен, получат большие результаты в дальнейшем. Используйте наработки, действуйте, вовлекайтесь, будьте лидером, вдохновляющим примером для других людей. И все у вас будет получаться. Наталья, всем организаторам и Павлу большое спасибо. Вам спасибо. На самом деле, прошло быстро. Вы чувствуете, наверное, я очень люблю эту тему. И моя задача была тоже вдохновить на изучение этой темы вас. И дать вам ценность как можно больше. Готов. Скоро, кстати, будут еще там открытые мероприятия. Следите за новостями. И не только Межнация Акселератор, но и бизнес-школы, русская школа управления, московская бизнес-школа организует мои вебинары на следующей неделе в том числе. И на этой. Сегодня у нас уже, кстати, понедельник. И, конечно же, в своих соцсетях я анонсирую возможность взаимодействия, возможность присоединиться к тем или иным мероприятиям. Мария, вам большое спасибо. Либо так, в инстаграме вот вы мне пишите. Хорошо. Ну, если пока больше вопросов нет, у нас, я напоминаю, у нас есть регламент, два часа. Друзья, еще раз вас благодарю. Желаю вам больших успехов. Надеюсь, этот семинар запишут организаторы и смогут еще разместить в онлайн-формате. Посмотрите еще повторно. Порекомендуйте его, отправьте ссылку близким людям. И, конечно же, друзья, пишите отзывы, пишите рекомендации, пишите ваши вопросы мне лично. Вот. Так что желаю вам всего-всего самого доброго. Используйте этот период для того, чтобы стать сильнее, лучше. Изучайте, читайте. Прочитайте мою книгу обязательно, которую я вам отправлю. И желаю еще раз всего-всего самого доброго. Если больше нет вопросов, тогда, наверное, я с вами прощаюсь. На недолгий период времени мы с вами со многими еще увидимся. Я смогу пожать руку, смогу узнать, как вы используете эти наработки. Смогу услышать вашу историю успеха. Так что до новых встреч, друзья. Всего-всего самого доброго. И вам здоровья, Наталья. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Я пока здесь, еще пару минут. Если что-то еще пишите и подписывайтесь, конечно. Мы продолжим взаимодействовать и общаться. Спасибо, Алла. Благодарю. Надежда. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Благодарю вас. Очень здорово. Очень здорово. Я сам зарядился энергией вообще не с вами. Конечно, я живу очень, живые мероприятия очень люблю. Видеть динамику, видеть ваши глаза. Но и онлайн формат – очень хорошая возможность в таких условиях тоже продолжать общение и взаимодействие. Приглашайте на свои мероприятия. Приглашайте себе в компании, в ваши города. Я с удовольствием. С удовольствием. Я очень люблю путешествовать и встречаться с людьми по всему миру, на самом деле. Так и есть. Я сам очень многому у вас учусь. Так что так. Еще раз благодарю за организацию. Конечно же, мы, россияне, молодежную ассамблею и Надежду с Диной лично. Всего-всего самого доброго, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.